Клитаты ЕГЭ и победы на различных олимпиадах. Физико-технический лицей занял второе место, уступив лишь Петербургу. Надежда Новикова посетила серебряных призеров и попыталась узнать секрет успеха. Вот эти фотоэлловцы, сразу видно, что нет ни до чего. Он не любит, когда его учеников называют очкариками. Директор физико-технического лицея Гарри Татарков показывает спортивные кубки. Его подопечные не только на олимпиадах первые, но и волейбол обыгрывают другие саратовские школы. А недавно российская газета присвоила ФТЛ звание второго учебного заведения в стране, где готовят самых сильных учеников. Это свидетельство общественного признания. То есть, наверное, самое главное для образовательного учреждения, что про него говорят родители, окружающие социум, независимо от отраслевых конкурсов. Поэтому это одна из самых дорогих побед. Лицей отличается нестандартным подходом к процессу обучения. У старшеклассников простор для творчества. Лида Белова выступает перед девятым классом. Эту презентацию на тему Великой Отечественной войны она готовила для научно-практической конференции. В основу работы легла история ее деда-фронтовика. Рассказать о немногих таких героях, которые не герои России, не герои СССР, но для каждого из нас, для каждой семьи, они свои, как по-особенному герою. Вращение рамки в магнитном поле Земли, по-моему, не показывают школу книги. Здесь уже давно вышли за рамки. Помимо знаний по школьной программе, ученики лицея получают еще много дополнительной информации. Система спецкурсов и кружков дает свои плоды. Победы на областных и всероссийских олимпиадах. Своих преподавателей школьники радуют, огорчают другое. Сейчас в стране спроса на технические специальности нет. Интерес к техническим наукам падает. И остается все меньше и меньше тех заведений, которые специализируются на этом. Вот мы последние из магикан, можно так сказать. Но физико-техническом лицее надеются, что это временная ситуация. Поэтому учебное заведение, как и много лет назад, остается популярным. Чтобы попасть в самую сильную школу Саратова, дети проходят собеседование для поступления в 5-6 классы. Своеобразный экзамен пройдет уже 25 апреля. Но уже сейчас известно, что на одно место в физико-техническом лицее претендуют 2-3 человека. Конкурс как высшее учебное заведение. Надежда Новикова, Алексей Барубин. Новости. Телеобъектив. 15 тысяч людей оказались на улице.